Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, а это продолжение партии в Сидмейер Стивилизейшн 6 за Турцию против живых соперников ФФА на семерых. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии. Ссылка есть в описании и в прикрепленном комментарии. Всегда интереснее смотреть с самого начала. А спонсоры канала, кстати, все серии видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо им большое за поддержку. И всем вам приятного продолжения просмотра. В смысле у меня разведчик у тебя тут стоит? Где? Возле Эдирне. Я Тошнавор. А, Тошнавор, блин. Вот этого не надо менять Ники. Так, стоим, ждем. Он сейчас придет, мы будем его обстреливать просто. Пока тоже просто стоим. Исследуем. Все, там выглядят какие-то... Вообще тут бы галеры построить, тоже важно. На самом деле. Не видно, где гавань, да? Не, ну гавань, по-моему, должна быть следующей. Я вот не помню, честно говоря. Расправить у тебя нет никакого игрока? Нет. Так, открывается навигация по звездам. Античность, да. Значит, она здесь находится. Так что можно открыть каменную вкладку. Какая-то вдруг... Будет. Ставим в защите. Исследуем. А есть информация, очки похитаются, когда клану что-нибудь платишь варвару? Когда платишь, вроде нет. Ну, там еще рыба. Так, раз рыба. И я бы... О! У нас вот здесь кампус на плюс 4. Так-то. Ну, еще тут на плюс 4. Но тут хоть не надо вырубать лес. Видите, тут тоже на плюс 4 становится. Так, хорошо. Ну, я все-таки хочу купить здесь. Строитель 115, потому что я построил. Надо было сначала купить за 105, а потом уже достраивать. Но я тупо не успел. Так, вернемся. Хочу еще сверху посмотреть. Там территория. Аляска. Что, у меня много территории? Ну, есть куда селиться. У меня все. Я все города поставил. Ну, один забрать надо еще. Ты права, если он, наверное, начну... Нет, давайте варвару, напрашивается. Или, блин, поселенцев строить уже все-таки. Я сейчас его поставлю карточку на поселенцев. Темнейший век. Так, кстати. Да, кстати, мы тут все вроде в темную сваливаемся. Вообще не особо стараясь для этого. Блин, обстрелял копейщика без карточки на плюс 5. Молодец. Просто молодец. Так, наверное, пойду камень обрабатывать. Алексей, у тебя вот этот вот город... Это последний на сторону запада? Или еще собираешься? Куда? Вот в эту пустыню? Ты думаешь, это... Куда? Нет, конечно. Ну, нафига? Зачем я там города вообще? Так, ну, мне надо с этим лагерем разобраться и отправлять скаутов туда будет, да? Ну, карта реально какая-то необычная. Ну, это «Малые континенты» называется. Так, давайте, пожалуй, добьем этого скаутом как раз. Чтобы он не ушел. И обработку бронзы ускорили. Мы молодцы. И сейчас увидим, где у нас гавани. Ой, блин. В столице два просто жителя. Ну, я бы прям туда и шел. Катя, хорошо, что через каменную оплатку надо вот это... Вот что, здесь гавань очень нужна. На этой карте стопудово нужны гавани. Просто вот... Так. Пойду сюда. Пока постепенно. Я, наверное, не буду с этим лагерем ничего делать. Я просто сюда поставлю... Блин. Потратил ход. Мне нужно поселенцев. Мне просто надо вот сюда поставить город. Кстати, надо еще решить. Сюда или сюда. Ну, я бы сюда ставил, потому что это пресная вода. Не дотянусь до одной рыбы. Вот до этой. Но, в принципе, во всем остальном очень неплохо. Тут крабы, киты будут, пресная вода. Нормально. Тут бы еще, конечно, Петру в этом городе. Мне бы Петру открыть. Да, слушайте, кстати, повезло, что прогрессивист не совсем уже имба тут получается. Теология не нужна. Давайте на международную торговлю. Потому что вряд ли тут новый континент сейчас. То есть я уже тут у себя все открыл, и мне потом очень долго туда бегать. Вызвать озарение для астрологии. Для технологии колесо. Колесо – это шахту на ресурсе. Это я, наверное, не смогу пока сделать. А, древние стены. Блин, каменную кладку я открою. Кстати, древние стены вполне решаемо. Только они будут строиться. Четыре хода. Давайте амбары, древние стены. Ну, поселение с достроем. Ты, смотри-ка, у нас как-то тошновор смог в золотой век. Каким-то образом. Пойдет как не в себя. А у него же как минимум четыре за... Специализированный район. Почему? Ну, уникальный юнит. Сразу, да? Ну, я все равно, я, по-моему, шесть очков... Не, даже не шесть. По-моему, пять очков только смог набрать. При том, что я встретил троих, получается... У меня всего две... Это к вопросу, что у меня спрашивал, что есть ли у меня чудо-природы где-нибудь. Вы понимаете, если было бы, я бы набрал больше очков. Ну да. Ну вот у меня шесть очков было по завершению. Темный континент, получается. Так, мы сюда ставим. Ну, слушайте, ну так и интереснее будет. Это сложная игра, это реально, блин, не... Необычное будет развитие через, там, кампуса. Потому что вот тут кампуса точно очень поздно мы будем ставить. То, возможно, только в этом городе я поставлю на плюс четыре чуть раньше. У нас тут просто их негде ставить. У американца есть, потому что у него хотя бы тропические леса будут соседство давать. Так, немножко счастья возвращается. Производство. Точнее, не возвращается, а появляется. Еда, рост. Производство только. Так, скаутом бежим в ту сторону. Ну, тут я хочу просто прачником вот эту территорию исследовать. Стоим лечимся, потом пойдем туда. Ставить город. Ну, тут кати-кати может быть сложно, потому что могут появиться варвары и мешать. Да, ну, тут тоже все понятно. У меня, конечно, чуть больше территории, но это места грустные. То есть, пять... Ну, в принципе, шесть городов ставится. С седьмым вопросом. Тут, конечно, нам бы галеры еще. Несомненно. Так, а где у нас плюс сто? Как раз вот здесь. Открыть бы международную торговлю и, собственно, на галерах поехать. Так, а я так понимаю, что остальные три игрока на каком-то другом маленьком континенте тусят. Форк, Шрам и Равиль, вы кого-нибудь встречали вообще? Мы только с этим не хотели встретить. Ну, зачем ты панишь? Ну, зачем? А, Войс, извини. Так, стоим. Извините, случайно. Ох. Тут надо подумать, конечно, кого взять. Вырубать я точно сейчас... Ну, тут вообще лучше не вырубать ничего. Ну, как на холматы. Какие 20 науки, остановите. Что-что? Часа 20 науки, камон. Но он кампус поставил, что камон. Все, хочу пингалу. Все равно хочу пингалу. Три? Кампуса. А, три уже кампуса поставил? Не, они в стройке. Не, я вижу, что один стоит. Ну, я просто по поиску я открыл-то весь всего его, поэтому... Американцу надо Преслов и Гранаду захватывать. В любом случае. Но Гранаду в том случае, если... Ну, только те, город еще можно ставить. Наверное, будет Нубе ставить. И она будет еще и за тут стоить. То есть, если Нубе еще не заберет... Не поставит города. Улучшение. За золото. Блин, я бы эту клетку выкупить. Эту клетку... Ну, то есть, пантеон. Денег нету. Так, что-то этот у нас сюда идет. А, через... Через сюда идет он. Окей, в принципе, мы хотим даже устраивать. Давайте дождемся, пока вылечится. Три хода? Не, я лучше сейчас возьму. Потому что это крутые клетки. Ну, а почему ты не хочешь дать мне право прохода? Ну, говори же, бойся меня. Он сказал, бойся меня? Да. Так, пускай пока инженерное дело, международная торговля. Пускай, да. Блин. Тяжеловато. Так, ну, тут реально больше обрабатывать нечего. Вот тут, блин, я, наверное, пошел вырубил этот лес, кстати. Чтоб стена быстрее построилась. Потому что мне реально надо быстрее в навигацию по звездам выходить. Потому что вот эти... В данном случае на такой карте гавани, определяющий район. Ну, тем более, я не могу не священные места ставить нормальные. Я бы их поставил. Не... Ну, кампусы я уже открыл даже. Все равно не хочу их пока ставить. Так, акинус там... Уникальные... После технологии пороха уникальные чары. Производство и создание осадных юнитов. Все осадные юниты завоенные города не теряют население. А большой базар у нас, блин... Ну, класс. Вот мне не повезло с цивилизацией. То есть, мне с картой не повезло. Потому что большой базар на коммерческих районах. А мне нету смысла... Нету смысла коммерческие районы строить просто. Печаль. Встану тут, чтобы... Если что... Куда никто не пришел. Да, вырублю тут лес. Инженерное дело пока отложу. Больше торговых путей. Вообще, производства в городе нет. Вот одно производство вот здесь. Я даже не воспользуюсь, видимо, способностью Турции. Потому что даже нападать, так, ну, может, на американца, если... Ну, это просто морская карта. Тут как бы осадными юнитами очень странно. Дальше право прохода дашь? Да. Кто там шморгает? Равиль. Ой, извиняюсь. Задолжил. Давайте, наверное, дальше еще посела. Пока торговцы не хочу. Так, тут стоим. Кстати, он уже скоро может стать городом. И я бы... Ну, я когда поставлю, он уже не будет в города превращаться. Но у него довольно быстро... Увеличивается. Ну, культура у американца за счет его способности. А наука за счет... Ну, он еще пингалу явно прокачал. Пингала и кампуса стоят. Три. Пять. Семь. Пожди, а почему тут плюс два? Американец зачем... Ой, извиняюсь. Короче, ты зря там... Серьезно, ты хочешь там военный лагерь ставить? Ты зря там вырубил тропические леса и ставишь военный лагерь. У тебя был нормальный кампус. Минус один кампусу сделал. Это да, я тоже понял. Ставлю, я хочу, чтобы он поатаковал. Немножко. Так, есть. Не хочу пока железо открывать, сразу пойду. Там просто железо может быть там планируется, оно компенсируется. А, ты хочешь типа за соседство? Да. Ну, то есть, он ставит военный лагерь для того, чтобы набивать генерала и города захватывать. Это очевидно. Ну, может потом еще кого-нибудь захватить. Кстати, я думаю, что и мне не помешает военный лагерь поставить перводирный вот тут на пустынную клетку. Точно не помешает. Просто отойдем. Все, с этими варварами я, по идее, смогу расправиться. Теперь мне надо довести посело сюда. Потом еще тут где-то город поставить. Давайте подумаем. Тут много тундры внизу? Ну да, тут прилично. Тогда, наверное, сюда я бы ставил. Хотя нет, даже сюда. А, блин, дотягиваюсь до... Жемчуга. Не, все равно тогда сюда. Ну, хоть в четвертом радиусе, но дотянусь, я думаю, когда-нибудь. Ух ты, Бандербрюне есть. Так, он что хочет? Вильнюс. Трудовую повинность. Колесо. Астрология. Создать мечников. Тут, кстати, я смотрю... Тут еще клетка, да? То есть мне... А, ну тут не достаю. Это четвертый радиус будет. Ну, нормально и так. Тем более с... Урожайность в одной клетке. Вот, отлично. Видите, сразу пропало. Не знаю, может, пока не торопиться с этим городом. Хочется в столице, например, те же кораблики построить. Я, наверное, открою следующим ходом плюс 100% к галерам. Еще одно предложение. И как раз поменяю тут на производство, а тут на кораблики. Не буду ждать, когда этот лагерь заберу. Ну, кстати, нуби не особо тут пустыни завезло. Так что мне Петра вполне можно попробовать. Есть монумент. Так. Тут, наверное, амбар. Тут надо будет покупать рабочего. Вот в Эдирный я буду строить. С рабочего. Вот, Джонни, иди, здорово. Ты там у себя влево все исследовал? Джонни, да. Что еще? Ты там улево у себя все исследовал? Да, там получается узкая такая дуга идет. Я прямо с нами на традицию открыть. Я хотел... Я ж не атакую воровых, но каких-то сейчас нет. Нет, я сейчас убираю. Поэтому плюс 100% к морским. Тяжело. Галер много. Прикол я не открыл на рабочих. Там влево, влево, влево. Почти на самом деле. Ну, тогда, наверное, просто производство. Гугле, так я тоже не хочу. Я бы лучше искусство. Так, вообще, собрали. Я скажу. А где у нас в мастерстве, что ли? Да. Ну... Ну, давайте мастерство. Надо ту карточку поставить. На... На плюс 30% к производству строителей. Ну, и на что там? Вот у меня требует комп. Чей город-государство требует... Ускорение астрологии. Я вот не помню. По-моему, это как раз два... Две этих два... Две галеры. Если я ничего не путаю. Ну что, вернетесь под город? Нет? Я бы вас пообстреливал. Своим метким луком. Вот, правильно. Правильно. Приходите. Катя, что я тут стою? Надо идти на помощь. Так, вон у нас галлы. Ладно, пока не пойду. Ну, там у нас... Да, котельная леса это была правильная прокачка взята. Ну, тут тоже все понятно уже. Я бы уже дуболомом возвращался просто. Теперь ставим мастерство. Илкум. И где у нас политическая философия? Вот там. Ну да, через теологию. Через теологию. Отлично. Трудовую повинность, кстати, ускорю. Тоже неплохо. Так, и рабочего я хочу купить. Да, вот тут, конечно, очень все плохо с производством. Все очень медленно. Вменяемый только эдирный со Стамбулом. Нет, пускай вырастет. Нету счастья, хотя у меня и мрамор можно обработать, и цитрусовый. Ну, мне надо покупать строителя, конечно. 120. 120. Может, у кого долгануть? Быстрее обработать. Ну, вода не просто, понимаете, именно вода не надо купить строителя. Потому что здесь два ресурса роскоши, и плюс, например, обработка мрамора даст еще производство хоть какое-то. Кстати, я не первый построил. Галеру. Здравствуй. Пока тут встану, полечусь. Долбанный этот идет. Давайте сюда попробуем, может, скажем, проатакует. Я тогда не хочу, чтобы он в столицу попал. Так, мне нужно... 120, то есть 46, да? Да, 46 монет. Давайте у Нубии... Попросим. Нубия, предложение верну 50. Опять спалил. Да ел мою, сорян. Просто тут уже у нас, как бы, я так понимаю, что ее встретили пятеро. Я что-то уже, да. Давай, я ее встретил, кроме тебя. Игра, полагаю, идет. Да, да. Да. Супер, спасибо, просто не изменяюсь. Буду хорошей игрой. Спокойно, на очень счастье. Спасибо. Спасибо. Блин, или идти мне все-таки в Янычар и пробовать захватывать. Ну, то есть военный лагерь в любом случае надо будет поставить. Гранаду, если... Блин, ну тут просто такая территория, так будет тяжело это все удерживать. О, отлично. Видите, сюда ломанулся все-таки. Сюда встану и ускорили... А, это судостроение, блин, что острова? По-моему, астрология, значит, что-то там у горы. Давайте найдем. Что-то... А-а-а, ну это все, это вполне. Адей, подойми, пожалуйста, воина. Так, один ход догонит, а я тут отложу, кстати. Отложу тут производство. Ну, и спред. Недовольство, кстати, должно уйти следующим ходом, я надеюсь. А даже этим уже начнет сейчас уходить. Так, ну, 50 монет надо будет вернуть Нубии. Да, короче, самые большие проблемы, очевидно, у Нубии. Он зажат со всех сторон. То есть я-то еще могу ставить города. Так, тут я откладываю производство. Блин, а где мне выдирную гавань ставить? Ну, мне, видимо, тут придется... Видимо, все-таки... Я не хочу здесь убирать рыбу, потому что... Это все жилье. То есть тут вообще как бы все... Тут вообще очень нежелательно на такой карте ресурсы удалять. Вырубать. Так, есть гавани. Ну что, клетку выкупать? Плюс два, тут все. Ну, я не хочу рыбу убирать. Просто не хочу. Ну, до свидания, преслов. А, кого там убили? Так, давайте я в эдирны, пока не выкуплены клетки. Я бы тут построил еще одного прачника. И вышел бы уже... Так, тут лесопилки у нас все будут, да? Надо эту вырубать, ставить там шахту. Нет, никуда проплыва, жаль. Ну, тут явно тоже не будет. Я просто все оплыл, чтобы посмотреть, что тут вообще. Так, пока верховую езду. Я не хочу железо открывать, честно говоря. Боюсь, что он где-нибудь встанет. Хотя, а где он может встать неудачно? Слушайте, а я вообще ускорил уже, да? Обработку бронзы. Может, наверное, открыть уже. Судостроение. Я бы, наверное, судостроение... Так, давайте, наверное, обработку бронзы реально откроем. Блин, вот это им... Вот это коти хреново. Они обстреливаются очень тяжело. Ой-ой-ой. Так, вроде, недовольство везде ушло. Ставим тут город. Да, вот, рыбацкие лодки были бы... Ну, хотя тут вот эти производства, видите, появилось. Рыбацкие лодки были бы намного круче здесь. Чем вот этот пантеон на болоте. Еще мы поизошли на болоту какой-то есть. Все, по Тетису, дальше не проплыть. Ну, кстати, еще до этих. Ну, я буду апельсиновый магнат, судя по всему. Залив Консепсион как бы намекает либо на Испанию, либо на какую-нибудь Францию, я не знаю. Точнее порт предложения. Кстати, а вы нашли еще какое-нибудь вообще, в принципе, чудо? Тошновор находил какое-нибудь чудо? Он скажет, что... Он находил, он находил. Он промолчал, когда я спрашивал. У него прям возле... А я не слышал, кстати, чтобы... Около его столицы? Здесь, наверное, арка у него там, рядышком. Ну, давай, Тошновор, только еще и с дружбой. Чтобы ты мне там... Ничего не сделал случайно. Повышение было. Атеологию открыли. Нормально. Кстати, железо... О! Не, я все-таки... Так, слушайте, а что я в Эдирной? У меня есть деньги на покупку клетки? У меня нет денег на покупку клетки, поэтому нету смысла вырубать лес, чтобы ускорять... Я бы на гавань. Конечно же, это делал. Засуха прошла. Ну. Блин, опять эти лаги. Наверное, на автомат галеру поставлю здесь. Она все равно сама туда поплывет. Тут больше нету проплывов никаких. Так, ну и этого скаута... Слушайте, а я судостроение пойду открывать? Я, наверное, пойду судостроение открывать для колосса будущего. Соответственно, я смогу сухопутный юнит на корабль спустить. Значит, я бы тогда пошел сюда скаутом. Блин, не пойму. Ну, я бы, конечно, вот эту рыбу обработал, но опять нету денег на покупку клетки. Ну, ладно, тогда... Тогда, наверное, все-таки пастбища. Так, тут... Наземных. Туда. Так, и вообще, мне бы... Ну, наверное, сначала я судостроение открою, а потом... Так, колесо и обработку железа. Там кто-то, кстати, хотел. Мне, кстати, давайте реально быстрее... Тот монумент построился. О! Джонни, иди, здорово! Привет, Асмон! Палево! Ну, всегда... Интуитивно, говоришь. Ну, чё, сузеренить? У меня, правда, союза нету. Другой стороны. Создать мечников... А, там кто-то... Там Преслов хотел. Его убили. Вот он хотел... Для... Так, создать мечников. Озарение для астрологии. Ну, не знаю. У меня нету смысла показать... Сутиринс Фернес, потому что у меня нету просто союзов даже. Так, гавань. Колосс нужен... Маяк, по-моему, да? Необходимо соседство... Ну, ладно, маяк мы... Нет, давайте тогда вообще мы сначала торговцы. Это не страшно. Я сейчас куплю клетку и начну гавань строить тоже где-нибудь. А я только хотел спросить, надо считать или нет. Ну, ладно. А что, вы воюете? Там зачем? Ну, наверное, все-таки все надо гавань строить. Вот сюда, потому что тут тогда может быть соседство какое-нибудь. Или даже вот сюда. Тут может с двумя... А, тут вообще даже плюс один. Нет. Если даже плюс одного не донат. Давай сюда поставлю. Так, и сюда идем вырубать лес. Судостроение сначала открою, потом стрельбу из лука. Надо этот лагерь уже постепенно убивать. Так, где-то тут должно быть чудо у Гаула. Так, мы ждем открытия судостроения, чтобы скаута на воду спустить. Открыли политическую философию. Ну, античную республику, пожалуй. Я ни с кем не воюю и пока не собираюсь. Строители можно изоляционизм реально поставить. Пока не хочу еще посила делать. Плюс два влияния. И, наверное, плюс производство все-таки. Так, тут вырубаем. Тут пока стоим. Стоим. Дальше открываем. Трудовую повинность. На суддала. Из... Ну, я бы из Халепа отправил на самом деле, но из-за того, что там варвары, я не хочу разграбить. Поэтому... Так, а где у нас... Шесть, два, четыре... Ладно, давайте из Стамбула вода. Ну, тут везде три-три. В принципе. Чуть-чуть не успел. Ну, тут не страшно. Равиль песенки поет, да? Так. И орешки все грызет. Не, ну, колосс на самом деле я смогу и здесь поставить. Но я бы сначала все-таки маяк сделал, чтобы еще один караван организовать. Дальше апаем в лучника. Этим отходим. Тут стоим. Потому что этот... Ну, это... Очень больной юнит. Больный. Очень больно бьется. Так, поплыли скаутом. В шахту. Сейчас, кто кого спросил? Да, он понял. Еее. Ого, какая тут прикольное чудо. Кстати, пирамиды строят. А ты, Эммер, поднимись, посмотришь на мой столицу, постепенно наш. Просто кайфанул. Просто кайфанул. Так. Алькасар. Две единицы культуры и науку в количестве раунд 50% престижа клетки. Кстати. Мне кажется, гранату будут брать с другой стороны. Я почему строю гавани, в первую очередь, а не кампусы? Потому что я надеюсь, за соседство гавани в следующем веке выйти в героический. Как-то у меня пока не очень получается, на самом деле, в героический выходить. Мне надо в любом случае этот кампус забрать. Ну, народу столько бабла, у меня его нету. Наверное, караваны уже отправляют во все. Гадай, пожалуйста, открытые границы. И может, мне лучше этот лагерь атаковать, забить на этого? Ну, то есть, это 3 очка все-таки дастся. Пока отходить. Ну, пингалу. Блин, не знаю. Лян. Конечно, лян на аквакультуру было бы. Рейна не... Ну, все равно пока пингалу давайте. На исследователя. Это мы как бы решим пока проблему с наукой. Тут ничего. Мне сказали подняться наверх и кайфануть от столицы. Пойдем кайфанем. Маяк. Трудовая повинность открыта. Кстати, морские традиции вот это в тему будет. Если я выйду в героический век, то морские традиции мне будут очень в тему. Что-нибудь будем менять? Чудеса. Вообще, могу чудеса поставить, чтобы колосс построить. Давайте. Ну. То есть, я планирую тут все-таки колосс строить. В принципе, я должен успеть, мне кажется, построить колосс. Сколько вообще? Сколько сейчас у меня тут написано строится? Девять. Ну, то есть, можно из Стамбула еще пару караванов отправить. Блин, ну, не должен ваншотнуть. Видите, у них просто плюс 10 боевой мощи против стрелков при обороне. То есть, стрелять по этим бумбе очень неприятно. Я, наверное, начну. Так, сколько тут стоит клетку купить? 40. Следующим ходом я куплю эту клетку, начну колосс строить, а в других городах караваны. Алексей, можно пройти через вас? Не, слушай, там ничего интересного. Ну, там реально просто ты ничего. Там вот пройти... Там ничего интересного, только ваши города, да? Ну, ты можешь спросить у Нойза и Эвейвери. Да я видел, я просто ругосветку хотел сделать. Мне ты просто будешь сейчас мешать. Ты не пройдешь, там You shall not pass. Там пять клеток, оно так заворачивается, и дальше все, ты не сможешь проплыть просто, никакой ругосветки не будет. Я серьезно? Там реально ничего не прикольного, а так, а ты мне мешаться будешь просто своей галерой. Так, увижу твою столицу, Ташнавор, и как-то не кайфую. Со Союза никто не открывал, не знаю где. Жесть. Колесо хочу открыть. Так. И вот учитывая особенность расстановки района, расстановить. Да, кстати, за счет района в качестве это да. А, нет, все-таки полу-хп только снимай. Ладно, это терпимо, это можно играть. Вот тут бы я отошел. так, колосс. 8 ходов, 7 ходов до конца эпохи. Как-то этот лагерь не забирается, не знаю, может мечника что ли попробовать. У нас есть мечник? Так, сначала деньги, потом сюда, мне надо еще и всадника сделать. Так, в Трапзоне амбар. блин, нехватка денег какая-то. Просто нехватка денег. может там что-нибудь интересное будет, как-то скаут так неплохо проплывает. Да, ну. Блин, вейвер, ты преслов просто уничтожил, а что не оставил? Вместо одного города там надо ставить два. Да. Влазишь? Там два отлично влазят, если просто на один вверх поставить. Не, ну в принципе они влазят, да, но это же время все, не знаю. С такой территории приходится так жертвовать. А, ты потом аппендиксом на аппендикс решил вставить? Да вот думаю пока. Че, дружим дальше? С радостью. Так, есть минус. Вообще ненавижу воевать. Слышал я от одного как-то. Да, говорит, ненавижу воевать, и уничтожил преслов. Да нет, говорит, я добрый. Это он за то, что типа заставил воевать меня, знаешь, ах, ты меня заставил воевать, на тебе. Так что лучше, конечно, с ним не воевать, он просто уничтожает и все. где у нас ряд леса, около меня. Ну, кстати, это к лучшему, это, кстати, к лучшему. Вот и мапучек, кстати. Еще одну гггшку. Слушайте, уже три гггшки убили, да? А их, а их всего девять, по-моему, то есть шесть только осталось. Ацтек уничтожает ггшки. Сурово. У него там территория, правда, такая что-то. Ну, приходится. Нет, тут и так, и так, два хода. Не только территория, тут еще и норвег. Вот зашел убрать. Зачем-то так же сразу. Ну, еще у нас остались ацтеки и норвежцы. К 50-черному ходу мы знаем всех. Так, сколько стоит купить торговца 120? Мне его строить надо. А сколько он в Стамбуле строится? Не, тут нельзя откладывать. Или, может, выдерные? Так, четыре хода. Что так все истроит? Я не успею, реально. Шесть ходов. То есть, мне надо на один ход ускорить как-то. Ну, кстати, может, житель ускорит колосс? На этом пока все. Спонсоры канала Продолжение могут посмотреть прямо сейчас во вкладке Сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!